здравствуйте друзья добро пожаловать на мой канал в этом видео я хочу поговорить о том чем лучше подкормить огурцы в июле чтобы увеличить количество завязи огурцов также рассмотрим как использовать подкормки монофосфатом калия для огурцов томатов и других овощей на огороде для увеличения урожая понятно что к началу июля некоторое количество огурцов уже созрело первый урожай уже собран растение уже потратила какую-то определенную часть питательных веществ и появляются первые признаки нехватки определенных химических элементов если плоды огурцов плохо набирают вес вполне очевидно что явно не хватает азота случае недостатка азота плодов огурцов можно не увидеть вообще или же огурцы будут щуплыми и кривыми об азотных подкормках для роста плодов огурцов я рассказывала в одном из своих видео ссылка сейчас появится на экране и я еще ее оставлю в описании к этому видео в случае же недостатка калия растения огурцов сразу же начнут ограничивать количество завязей а листья огуречной лианы окрасятся желтой каймой по краям листа некоторые даже могут завять в случае возникновения таких признаков нужна минеральная срочная подкормка калийными удобрениями я в такой ситуации пользуюсь хорошо усваиваемым монофосфатом калия монофосфат калия это минеральный стимулятор плодообразования который стимулирует образование большего количества завязей огурцов и начало их роста как выглядит плод огурца при недостатке калия как понять когда пора опрыскать и подкормить огурец выглядит вот так это такой себе толстячок у которого нижняя часть всегда толще верхней а вот как выглядят листья огуречной лианы при недостатке калия явно видна калийная желтая каемка покрывающая края огуречного листа при калийном голодании плоды плохо завязываются первые плоды огурцов первые кисти томатов хорошо наливаются а дальше по высоте стебля замирают ждут когда же появится калий для формирования стенок клетки плода при нехватке фосфора листья растений начинают приобретать фиолетовую окраску начинают темнеть местами как же подкормить огурцы монофосфатом калия удобрение вам нужно совсем немного на 10 литров воды я использую всего 15 граммов монофосфата калия удобрение хорошо растворяется в воде для подкормки я использую теплую воду примерно в 20 градусов цельсия лучше огурцы подкармливать таким удобрением по листу почему по листу потому что так подкормка быстрее действует вот листовая подкормка монофосфатом калия для огурцов в июле надо взять 15 грамм монофосфата калия растворить 10 литрах воды и опрыскать огурцы по листу лучше ранним утром или поздним вечером можно ли поливать огурцы монофосфатом калия конечно можно поливать под корень но надо понимать что если вы поливаете свои овощи жесткой водой это значит что в ней много кальция который может быть заблокирован активным калием и растения будут ощущать нехватку кальция у огурца лианы могут истончаться а вот у томатов может начаться вершинная гниль чтобы этого не произошло добавьте в водный расформу на фосфата калия для полива растений под корень еще одну столовую ложку лимонной кислоты которая поможет усвоить кальций почему я подкармливаю огурцы монофосфатом калия по листу все дело в том что в этом случае я как говорят убиваю сразу двух зайцев прохладные ночи которые часто встречаются в конце июня в начале июля может быть риск возникновения мучнистой росы на листьях огурцов и других овощей которые мы выращиваем на грядке а вот монофосфат калия помогает повысить устойчивость растений к мучнистой росе на начальных стадиях этого заболевания его можно применять для листовой подкормки и для борьбы с мучнистой росой на томатах на винограде на огурцах на кабачках на яблонях розах и других культурах когда же надо применять монофосфат калия когда необходимо использовать это минеральное удобрение монофосфат калия применяют на следующих этапах для полноценного развития корней побегов и листьев винограда огурцов томатов удобрения добавляют на начальном этапе развития побегов а на этапе цветения для полноценного развития соцветий при формировании завязей как часто нужно подкармливать монофосфатом калия я обычно опрыскиваю огурцы томаты виноград баклажан и сладкий перец по листу после цветения один раз мне этого достаточно но если вы видите что закладка новых завязей явно задерживается можно повторно подкормить растения по листу через две недели после первой подкормки как разводить монофосфат калия для корневой подкормки 15 грамм растворяют в одном литре воды комнатной температуры не менее 20 градусов цельсия маточный раствор выливают в емкость ведро добавляют 8-9 литров воды и одну столовую ложку лимонной кислоты готовым раствором поливают кусты огурцов томатов баклажан без расчета 1 литр на каждое растение раствор такой используют в течение суток ну вот собственно говоря то что я хотела вам рассказать о подкормках огурцов в июле и о монофосфате калия я рассказала надеюсь это видео было для вас полезно не забудьте поставить лайк и подписаться это очень важно для развития канала скоро увидимся это у меня вы 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 Продолжение следует...